Не все хотят идти в ЗАГС и ставить штампы о браке в паспорт. Кто-то боится официоза, кто-то просто не видит в нем смысла. Но о свадьбе мечтает почти каждая женщина. Звезды нашли выход, они не подтверждают свои отношения в соответствующих органах, а просто закатывают праздник для себя и близких. Увы, но не всегда незаконный, брак сохраняет семью. Николай Басков и Оксана Федорова Николай Басков и Оксана Федорова несколько лет были вместе. Они сыграли свадьбу на Мальдивах, но в ЗАГС не спешили. У обоих был слишком негативный брачный опыт. Так называемое «бракосочетание» прошло в 2011 году, а через пару месяцев пара рассталась. Юлия Паршута Юлия Паршута и ее бывший избранник Александр пропустили, сыграли свадьбу в 2018 году. О том, что союз был неофициальным, публика узнала только после расставания певицы с возлюбленным. По словам Юлии, сложности возникли на почве разных интересов и непохожих взглядов на совместную жизнь. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин Еще в 2007 году Анастасия Волочкова торжественно вышла замуж за отца своей дочери Игоря Вдовина. Церемония в Сочи была грандиозной, дорогой. На ней собрались самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса. Однако потом стало известно, что свадьба была не настоящей, пара никаких штампов в паспорте не ставила. Просто Волочковой хотелось устроить шоу. Виктория Лопарева и Федор Смолов Футболист Федор Смолов и модель Виктория Лопарева встречались два года. Пара намеревалась зарегистрировать брак, но из-за занятости официальную часть решили пропустить. В 2014 году Федор и Виктория сыграли свадьбу на Мальдивах, прямо на берегу океана. Смолов сам все организовал, Виктория узнала обо всем лишь за два часа до начала. В 2015 звезды расстались, что для их поклонников стало большим удивлением. Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили В отношениях с актером Гурамом Баблишвили телеведущая родила ребенка. Уполнение в семье сподвигло пару сыграть свадьбу. Анфиса боялась брака, поэтому согласилась только на неофициальную церемонию на Сейшельских островах. Единственным гостем стал сын жениха и невесты. Пара называла друг друга мужем и женой, но через пару лет развелась. Ольга Бузова и Давид Манукян Когда Ольга Бузова была в отношениях с Давой, она не раз намекала на скорое замужество. Во время отдыха на Мальдивах пара заказала себе свадебную церемонию у океана за 700 долларов. Но официально брак не был ничем подтвержден, а через пару недель после яркого события певица и блогер и вовсе расстались. Милана Тюльпанова В 2021 году Милана Тюльпанова, бывшая жена Александра Киржакова, опубликовала в сетях снимки со свадьбы. Она и ее избранник по имени Евгений устроили церемонию на Мальдивах всего через 4 месяца после знакомства. В российский ЗАГС за штампом пара не ходила. Мария Кожевникова и Евгений Васильев Актриса Мария Кожевникова и предприниматель Евгений Васильев вместе уже более 10 лет. У пары четверо детей, но говорят, что в официальном браке они не живут. Зато Мария и Евгений повенчаны. Получать штамп «Звезда» у Невера не хочет, но не исключает, что рано или поздно они с избранником сыграют пышную свадьбу. Актриса Мария Кожевникова и Евгений Васильевна.